Здравствуйте, на Эхе Москвы, в Уфе программа «История Республики». У микрофона Руслан Валиев. В гостях в нашей студии традиционно доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, историографии, источниковедения Башкирского государственного университета, научный куратор мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Рустем Хазиев. Здравствуйте, Рустем Асхатович. Здравствуйте, Руслан. В предыдущих программах мы подробно разобрали историю Уфы в годы гражданской войны, и сейчас пришло время перейти к следующему историческому этапу. это к этапу новой экономической политики. Все верно? Конечно, и тем более новая экономическая политика яркий след оставила в ранней советской истории, потому что после октября 1917 года ставился вопрос, по какому пути пойти. В итоге на определенный период времени, конечно, победил командно-административный путь военного коммунизма, и Ленин тогда голосовал за него, а вот уже на рубеже 1920-1921 годов было абсолютно ясно, что если партийная верхушка не примет каких-либо мер для того, чтобы ослабить вузжи командно-административное, то в России явно складывались все предпосылки для того, чтобы грянула новая революция. И на лицо был явно политический кризис, это и были недовольны рабочие, прежде всего, Петрограды, где несколько лет тому назад они выступали за то, чтобы свершилась Октябрьская революция, а через несколько лет уже выказывали недовольство существующей политикой партии государства. Это и массовое волнение на просторах бывшей Российской империи крестьян, ну и, конечно же, апофеоз вот этого взрыва. Счет политико-социально-экономический был предъявлен моряками Кронштадта, и вот здесь Ленин был прагматиком, он осознавал, что нужно что-то менять, и страна повернулась к социализму, условно говоря, с человеческим лицом. НЭП, я считаю, можно назвать социализм с человеческим лицом, где-то вот промо-версия. Ленин-то, по большому счету, к новой экономической политике вынужденно перешел. Был взят курс на тотальное внедрение новой социокультурной реальности под названием новая экономическая политика. Если мы с вами, например, будем сравнивать военный коммунизм и новую экономическую политику, то мы увидим, что политическая конструкция, она была абсолютно не задета. И командное администрирование, оно ушло как бы в сторону, такое выражение еще в быту историков, оно спряталось под некую вуаль. Партия следила за происходящими процессами, и был своеобразный коридор, в рамках которого могли развиваться новые, прежде всего, экономические инновации. И в тени новой экономической политики как раз складывалась та командно-административная система, она за счет золота НЭПа формировалась. Получала дивиденды от НЭПа, чтобы потом уже в конце 20-х, начале 30-х годов выстрелить, и в стране вернулся снова не военный коммунизм сталинского типа. Ну а что касается Уфы, ну, а Уфа это была визитная карточка того периода времени нашей республики, но хотя мы знаем, что Уфа стала столицей Башкирской автономной социалистической республики в 22-м году, но 21-й год был для нашего города и, в принципе, для Уфимской губернии Малой Башкирии достаточно сложным. Существует же понятие силы инерции. Даже если намечается какое-то реформирование, утром-то не проснулись сытыми, довольными и счастливыми, и потребовалось время для того, чтобы постепенно внедрялись инновации, о которых большевики заявили на 10-м съезде партии очень скромно. Кстати, большевики сами разработали этот план? Ну нет, ну, конечно, сами, никто им не привнес. Имей в виду, у них знания на этот счет откуда были? Ленин был прагматик, зачинателем всего вот этого новоэкономического введения был, конечно, он и его сотоварищ. Но в начальном этапе никто не хотел давать общероссийскому развитию прорыночных отношений под командованием и надзором государства. Думали, что обойдутся локальным, региональным, местным товарооборотом. Но когда увидели, что ставка не на жизнь, или мы проиграем, или мы дадим отдушину, и в итоге выиграем, укрепимся политически. И надо сказать, что новоэкономическая политика сыграла эффект удивительный, всепрощенчество. Потому что когда люди осознали, и здесь этого не надо чураться и бояться, и говорить об этом, люди наелись, поверили в то, что закончилась эпоха голода, холода. То произошло практически общероссийское отпущение грехов большевика. Потому что жизнь стала лучше, жизнь стала ярче, жизнь стала веселее. Но по сравнению с тем, что было до этого, на контрасте сработали. Новую власть поверили. И у нас уже были передачи, посвященные НЭПу в Башкортостане. Новое поколение бизнесменов, красных купцов, оно не состояло сплошь из прежних бизнесменов дореволюционного разлива. Там до 80% были те, кто принял революцию и реализовали себя в рамках нового политизированного бизнес-проекта, который назывался «Новая экономическая политика». А в принципе, 21-й год был для Уфы еще достаточно сложным периодом времени. Вот для того, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, появились различного рода площадки, сатирические прежде всего. И вот Уфа была здесь одним из зачинателей на Урале, когда в Уфе в 21-м году появилась мастерская революционной сатиры. Здесь очень мягкая изопуск, уже критиковали бюрократов от власти. Не саму систему, которая была в Советской России, а именно те, кто делал не совсем продуманные шаги, дискредитировал, собственно. И идея была такая, власть хорошая, а чиновники и некоторые бюрократы на местах. А в принципе, то, что сложилось с октября 1917 года, требует модернизации, но от этого мы не отказываемся. И поэтому здесь, в Уфе, тогда шумела некая новая веха. Воздух перемен — это фотографическая пьехца, разруха. Суть ее была такова. Да, бывают ошибки, но главное их вовремя увидеть, исправить, и жизнь войдет в нормальную колею. Это все протекало на фоне того, что печаль, разруха, невзгоды, отчаяние в 1921 году еще были абсолютно очевидны. Помните, мы в предыдущей передаче с вами говорили, что для периода гражданской войны, когда хлеб был дефицитом, наблюдалось такое явление. Горесть и депрессию запивали не водкой, самогоном, а наркотики покупали. Вот здесь парадокс такой наблюдался на Южном Урале, на территории нашей республики в частности. Для того, чтобы не отдать по разверстке выращенный хлеб, его пускали на самогон. Вообще Уфа в 1921 году, она стала чуть ли не меккой самогоноварения. Это дело было прибыльное. Там получали дивиденды, ну просто огромные. Вот тогда, например, пуд от Руби на Уфимском рынке, он стоил около 60 тысяч денежных знаков. И вот этого пуда хватало на 10-12 бутылок. И стоимость одной бутылки оправдывала вот эти вложения. То есть люди делали бизнес. Были рейды, были облавы. И при том не надо думать, что самогон варили в каких-то районах, где, например, там солдатское какое-то слободили ущелье. Но люди выживали, как хотели, как могли. И вот занимались таким видом бизнеса. Было, вы знаете, тогда не до жиру. Самое главное было биологически в какой-то степени сохраниться. Не от хорошей же жизни самогоноварением занимались, а насытить себя хоть чем-то. Ну и вот если вы обратитесь или кому-то будет интересно к прессе того периода времени, тогда занимались головоломки различного рода. Изобретали, как прожить, используя суррогат. Делились рецептами. И вот значительная часть этих рецептов, выдаваемая за ноу-хау, печаталась. Я вот просматривал, когда газеты того периода времени, конечно есть, но, например, охотились за корнями одуванчика. Он же произрастал везде, где угодно. Из этих корней делали суррогатный кофе. Или, например, брали морковь, свеклу, какие-то другие корнеплоды. Они сушили и делали морковный чай, свекольный чай. Ну, понятно, что у кого была малина, традиционно ее сушили, это вообще считалось роскошью. Малиновый чай, например, продавались под полы. Сахара не было, но достаточная концентрация малины позволяла получить вот именно тот вкус, как говорили, о, дореволюционный вкус хорошего ягодного чая. Сухой лопух, его использовали для лепешек. Ну, и были смертельные случаи, когда пускали в ход лебеду. Вот если только перебирали лебеду, делали лепешки, хлеб из лебеды с добавлением небольшого количества ржи. И особенно те, кто вот страдал хроническими заболеваниями, то были смертельные случаи. Такова была продуктовая корзина типичного горожанина того периода времени, Который не имел возможности пользоваться закрытыми какими-то столовыми, которые были для ограниченного количества людей, партийно-хозяйственной номенклатуры. Поэтому градус внутреннего отрицания того, что существовало, можете себе представить, он был очень большим. Сложившаяся ситуация, она была же характерна не только для нашего города, для нашей республики, а в принципе для огромного числа территорий, вовлеченных в гражданский конфликт. Надо сказать, что когда закончились активные военные действия, большевики поняли, что национально-государственной безопасности ничего не угрожает. Отдельные столкновения и стычки происходят лишь только на окраинах уже социалистической России. Но, может быть, так четко, как мы сейчас аналитически, просматривая прошлое, они выводы не делали, но близко к этому. Прекрасно понимали, что такое гражданская война. По большому счету, она привела к тому, что в стране стала утверждаться новая государственная модель. Это советская социалистическая государственная модель управлений. И, кстати, вот эта советская социалистическая государственная цивилизационная модель не только политическая и управленческая, но и наполненная новым культурным содержанием, новыми культурными советскими социалистическими правилами, она как раз потом и провела, не сразу, конечно, к формированию советского типа сверхдержавы. И поэтому победа-то была не только над белыми, а на самом-то деле, если глубоко посмотреть, победил новый социополитический порядок жизни, который утвердился на земле. Но и для того, чтобы сохранить это завоевание, ну, пришлось, по мнению представителей, внедрение командно-административной формы правления, ну, сделать некое отступление, шаг назад. Потом Сталин, вы знаете, взял реванш. И вот на достаточно продолженный период времени был у нас социализм с человеческим лицом. Дело тогда шло далеко по именно упадку жизни, что Уфа в 1921 году, но и другие регионы нашей республики, они вынуждены были пользоваться продуктовой помощью иностранцев. И, например, на улицах нашего города появились экзотические личности. Это американцы. Американцы. Да, конечно, из конторы АРА. Вот именно они образуют в Уфе сеть бесплатных столовых. Здесь также они открывают продовольственные склады. Надо отдать должное прагматизму новой власти. Хорошо, что она на это согласилась. Значительное число жизней было спасено. Вы могли бы же отказаться. Прагматизм победил, а почему бы нет? Для того, чтобы спасти режим политический уже в рамках нового экономического проекта, который не покушается на единопартийное доминирование. Почему бы не допустить тех же американцев, которые понизят градус недовольства населения? Вот здесь вопрос. Американское правительство это делало или некие благотворительные фонды? Ну, конечно, если бы американское правительство было категорически против, ничего бы это не осуществилось. Вот эта ара, по большому счету, она неоднозначная. И американскому правительству было очень важно послать в Советскую Россию десант. С одной стороны, они укореняли в сознание жителей Советской Социалистической России образ добродушный, сострадающий, протянувший руку помощи страны. А с другой стороны, явно сотрудники ары, ну, выполняли, и об этом есть косвенные свидетельства, воспоминания участников этой экспедиции, которая была осуществлена нашу страну, сбор данных, который потом анализировался. То есть пропаганду не вели, но сбор данных производили? Ну, как не вели. Но представляете, что внутри творилось у голодного человека, когда он четко понимал, от кого он получал еду. Нам сейчас очень трудно осознать, что такое зов желудочного сознания. Я, например, сталкиваюсь с своей преподавательской деятельностью, что ребятам, которые учатся в Институте Истории Государственного Управления, Башкетского государственного университета по направлению истории, сложно с позиции сегодняшнего дня воспринимать историю своих бабушек и дедушек, и даже родителей. Им приходится объяснять, что такое талоны 90-х годов. Так срабатывает их сознание, так у них натренирован мозг, когда они говорят, ну, надо было в супермаркет пойти и купить. Вот это была первая реакция их. Но и когда мы говорим о далеком прошлом, вы представляете, часть населения страны, прошедшая период разрухи, болезни, голода, в Тартарары полетела устоявшаяся худобедная жизнь, которая была до революции. И вот на стадии, что называется, издыхания и голода, который обрушился на Поволжье, в том числе захватил нашу республику, появляется некая организация, которая выдает тебе, для того, чтобы ты не протянул ноги. Его величество в желудочное сознание, оно выражает внутри человека, пускай он по каким-то политическим мотивам это не озвучивает, знак благодарности тому, кто тебе руку помощи протянул. Это все просчитали американцы. Естественно, вот такая некая имиджевая благоприятность у населения была. Но они ее, может быть, политически не высказывали, но тем не менее. Это тоже было продуманно. Масштабы этой помощи в Уфе и в республике известны? То есть сколько там тысяч людей? Да, все это известно. Сюда нам привозили тушенок, яичный порошок. И самое главное, они все снимали. Мы до сих пор ведь не имеем те кадры кинохроники в полном масштабе. Это было бы здорово, например, приобрести. И вот все свои публичные акции раздачи еды, они здесь фиксировали на пленку. Ну где-то это хранится, наверное, в американских архивах. И в частности, вот их путешествие по нашему региону, по Уфе запечатлено. В частности, они любили очень снимать промышленные объекты. Понятно, что уфимские чекисты не оставляли их без внимания. И были этой журналисткой, скажем так, деятельностью специалистов АРО не совсем довольны. И что могли, то и делали. Потому что в средствах печати того периода времени проскальзывали такие вот вещи, что американцы здесь зря времени теряют. И они не только проявляют врожденное любопытство, но и золото скупают, и антиквариат скупают. А также спекуляцией занимаются. И в три дорога со складов продают. Но, возможно, отдельные факты были. Нельзя же сказать, что все люди одинаковые. Возможно, кто-то там и среди них и наживался. Но то, что их миссия была неоднозначна, и было бы глупо, если бы американское правительство не было бы заинтересовано, помимо того, что эта организация оказывала продовольственную помощь, какие-то иные дивиденды с точки зрения сбора информации, не сделала. Так бы любое здравомыслящее правительство поступило. Это надо понимать. И поэтому здесь нет никакой, знаете, конспирологической идеи, в моих словах, что изначально была проведена какая-то там шпионская операция. Нет, но это понятно. Вот я в интернете нашел информацию о том, что в декабре 2021 года американская администрация помощи, вот эта АРА, окормила 157 тысяч детей в Казанской губернии. Вот про Башкирию данных нет, но цифры действительно впечатляют. Нет, есть, где-то примерно в таком же размере. Я почему не хочу назвать точную цифру, они разнятся. В англоязычных источниках, которые я читал, одни цифры называются. У специалистов, которые выступали у вас в студии и приводят свои исследования другие, был заранее регламентированный объем продовольственной помощи, которую они по регионам распределяли. И, естественно, мы выказываем акт нашей исторической благодарности тем, кто помог спасти жизнь огромному количеству детей, и взрослого населения того периода времени. Мы никоим образом это не замалчиваем и не придаем там какой-либо анафеме. Но справедливости ради официальной, скажем так, власти в последнее время об этом не вспоминают. Почему не вспоминают? Это же удел историков. Историки по этому периоду времени очень много пишут. Были грантовые программы, как раз ориентированные на российских ученых, которые эту тему, помощь АРА в России, уже изучили вдоль и поперек. И, в принципе, сами американские исследователи, но не тома написали работ по этому периоду времени, те, кто занимается в зарубежном России, ведем. Но эта тема, она достаточно исследована и документирована, и вряд ли что-то можно найти нового в американских библиотеках, при которых очень часто существуют архивные фонды. Сам я в Колумбийском университете, когда был и работал в таком своеобразном архиве при библиотеке Колумбийского университета, существует. Эта тема не закрыта. Вы, Руслан, не правы. Некого негласного указания абсолютно нет. Я вам должен сказать, что на сегодняшний день научная общественность нашей страны находится в очень привилегированном положении. Вы можете вообще, в принципе, опубликовать все, что вы хотите, но потом за это должны нести ответственность. У вас должен быть какой-то внутренний цензор. В принципе, сейчас очень часто возмущаются порой даже те, кто читает научные работы, которые выходят особенно в рамках трудов конференции, каких-либо форумов, когда все это делается достаточно быстро, и порой ушло в прошлое то, что называется научное редактирование. С ошибками даже публикуют. И поэтому говорить о закрытости не приходится. Другое дело, что это не многотиражные издания. Там где-то, может быть, 100-150 экземпляров. Не всегда, может быть, они поступают в ведущие хранилища нашей страны, в национальную российскую библиотеку, бывшую библиотеку Ленина, и какие-либо другие ведущие библиотеки. Но, тем не менее, нет. Сейчас плюрализм таков, что порой некие издания берешь в руки о периоде Октябрьской революции, гражданской войны, новой экономической политики, и думаешь, ну а где здесь научный редактор? Его там близко не было. Ситуация вот такова. Даже перехлёст свободы индивидуального самовыражения в ущерб качеству подаваемого материала. Предлагаю к завершению нашей программы сказать несколько слов. Как представлен период НЭПа в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». В целом этот период представлен у нас достаточно ёмко, красочно, используя новейшие технологии визуального подачи материала. Но это касается в первую очередь общероссийской истории. А вот что касается регионального контента, то это вопрос ближайшего будущего. В рамках исторического процесса, который наблюдался в нашей стране с 1921 по конец 20-х годов, также будет представлен материал о тех процессах интересных, сложных, которые протекали на территории нашей республики. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях программы «История республики» был доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, историографии и источника ведения Башкирского государственного университета, научный куратор исторического парка «Россия. Моя история» Рустам Асхатович Хазиев. Спасибо вам большое. Вам спасибо, Руслан, за приглашение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин